Россия-24 телеканал, круглосуточно вещающий в информационном формате. О судьбе Украины журналисты рассказывают в каждом выпуске новостей. Особенно остро освещается вопрос крымской автономии и желания крымчан войти в состав России. Аналитики канала вспоминают в этой связи и другие так называемые горячие точки на постсоветском пространстве. В качестве примера говорят о Приднестровье. Радикально настроенные украинские политики в последние дни все чаще пытаются провести параллели между Крымом и Приднестровьем. Вторит им и на западе. Мол, Москва хочет создать между Украиной и Россией некую буферную зону. При этом о традиционно сильных пророссийских настроениях как крымчан, так и приднестровцев умалчивают. Сегодня на вопросы представителей России-24 ответил заместитель председателя правительства республики министр иностранных дел Приднестровья Нина Штанский. Российские телеканалы интересовала ситуация в республике, а также развитие двусторонних отношений с Российской Федерацией. Наше государство Приднестровье основано волей людей. И люди основывали нашу страну для того, чтобы выжить, для того, чтобы защитить свое право говорить на родном языке, для того, чтобы сохранять свою многонациональную культуру. Подчеркну, многонациональную особую совершенно, потому что здесь в Приднестровье живут русские, молдаване, украинцы, болгары, гагаузы и многие-многие другие национальности. Так было и 23 года назад, когда республику только основали. Не изменилось ничего и сегодня. Мы по-прежнему боремся за собственную свободу и стремимся к России. Приднестровцы подтвердили это стремление и на референдуме 2006 года, отметила в интервью телеканалу «Россия-24» Нина Штанский. Наш внешнеполитический курс основан исключительно на референдарной политике. То есть он определяется людьми, которые здесь живут. И это основа нашей государственной политики. Последний референдум проводился здесь в 2006 году, когда население Приднестровья, более 97% жителей Приднестровья, подчеркиваю, это не только русские люди, это все жители Приднестровья, включая примерно треть из них молдаван, высказались за то, чтобы Приднестровье было независимым и чтобы в последующем оно вошло в состав Российской Федерации. Министр иностранных дел республики напомнила, что именно Россия – гарант мира на Приднестровской земле. Российские миротворцы защитили молодое государство в 92-м, продолжают свою миссию и сегодня. Россия защищает здесь соотечественников, она не делит людей по национальностям. Финансовая помощь, которая поступает в Приднестровье и, например, направляется на надбавки к пенсиям пенсионерам. Финансовая помощь, которая идет на улучшение питания в детских садах и школах для всех детей. Мне кажется, что на примере Приднестровья политика России в отношении соотечественников видна как нигде лучше. Не обошли российские журналисты и тему Украины. Нина Штанский в эфире телеканала «Россия-24» заявила, Приднестровье не могут не волновать события, разворачивающиеся в соседней стране. В Приднестровье проживает примерно треть населения этнические украинцы. В Приднестровье проживают уже более сотни тысяч граждан Украины. И в Приднестровье очень хорошо знают, что не может быть у государства таких политических целей, которые стоили бы жизни людей. В завершение интервью глава внешнеполитического ведомства Приднестровья подчеркнула, что в республике надеется, что ситуация на Украине в скором времени стабилизируется. Татьяна Сярова, Первый Приднестровский. Приднестровье. 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 Продолжение следует...